Данный дизель собирается из металлолома, который ржавел на свалке, фактически как лего его там собирают. Просто собрали, покрасили это все, привели его просто, знаешь, как потемкинская деревня по большому счету. И, что самое главное, что они даже не стали его сертифицировать, почему? Потому что Румыния входит все-таки в Европейский Союз, ЕЦ. Соответственно, их не все сертификационные стандарты, этот поезд не может получить стандарт Евросоюза, понимая Евростандарт. Потому что это собранный лего из металлолома, ржавеливающего на свалке. Соответственно, то есть фактически за что возникает вопрос, за что заплатили 2 миллиона, больше 2 миллионов евро? За то, что стоит не больше 100, 200, 300 тысяч евро по сути, понимаете? То есть это огромнейшая фиора, то есть века. И после этого, мало того, что это без тендера сделано, мало того, что это было дано людям, которые вообще в этом не разбираются, именно в данном виде модернизации. То есть они модернизировали только вагоны, не моторо-вагонные секции, именно только вагоны румынские. И плюс ко всему, без тендера, потом пошли еще 4 вагона, поезды туда отправили. То есть возникает вопрос, это же просто наглое воровство, обворовывание государства. И неужели эти люди не понимают, что чем-то на них всех закончится?